Здравствуйте, друзья! Мы с вами находимся на парковке под зданием магазина Whole Foods в городе Маунтинью. Это буквально пару шагов от Портнов Компьютер Скул, если кто понимает. И сегодня, понедельник, 28 августа, было объявлено, что Амазон, который купил Whole Foods, с понедельника 43% скидку, значит, можно сказать, хорошие качественные продукты, на 43% дешевле. Мы отправляемся на разведку вдвоем с Анной Леонидовной, это мой, так сказать, спутник, экскурсовод и специалист по продуктам. Значит, отправляемся в магазин, смотрим, что там, как повлияла 43% скидка на местного покупателя. У лифта, друзья, вы видите знак медицинский, это говорит, смысл знака в том, смотри, чтобы не поплохело тебе от хорошей еды, чтобы лишнего не сожрал. Вот так, мне кажется, надо перевести, так сказать, по смыслу. Что ж сказать, друзья, первое впечатление такое, что народу меньше, чем обычно. Что, они испугались, что ли, скидки, думают, как бы это не довело до беды, даже не знаю. Как-то нет людей, нет людей. Правда, и время такое сейчас где-нибудь в районе, может быть, часу дня. Это, может быть, не самое время для покупок. Но, с другой стороны, перерыв на обед, люди ходят. Здесь можно покушать. Можно сесть, поесть, набрать там, ну, из таких специальных ямкостей, набрать еду хорошую. Сейчас мы посмотрим, что нам скажет Анна Леонидовна, наш эксперт по ценам. Так, ну что, Леонидовна, говори. Я что-то не вижу 43-процентной скидки. Давай подойдем вот к этим канталупам, в простонародье дынькам. Вот, смотри, написано, 2 за 5 долларов, типа, сэкономьте, доллар 49. Я не понял, на двух сэкономьте или на одной? На двух. На двух. Ну, идем, может быть, мы где-то увидим какой-то ценник, где будет написано, что вот у нас сегодня какая-то экономия необычная. Не нравится мне эта музыка, не потому что музыка плохая, а потому что, как бы мне YouTube не влепил за это дело, ой, господи, черную метку, черную метку, друзья. Сейл, сохраняй, 1 доллар. Распродажа. Значит, было, видимо, было 5 долларов, стало 4. Но это заметно, это заметно. Да, ну что это, боже, неужели это здоровая еда, вот, скажем я. Неужели эта отрава считается здоровой едой? Так, ну это просто сушеные фрукты, это ладно, это не страшно. А на них скидки нет. Да, друзья, вот, пожалуйста, здоровенько это, изюм в шоколаде. Может, взять нам в офис? Нам надо оздоровиться, конечно. Потравимся, ну давай одну возьмем. Может, ночь с орешками? Орешки в шоколаде? Да. Давай, а где они? Вот они, Алланд. Вот они, орешки в шоколаде. Ну давай, Волнац, ну, ну давай возьмем вот этот вот, пожалуйста. Друзья, это исключительно для того, чтобы нам не сказали, что мы пришли сюда кино снимать. Правильно? Да, конечно. Мы как честные девушки, мы, нет, наоборот, как честный человек должен жениться. Вот так здесь он должен приобрести что-нибудь. Как честный блогер, вот, как честный блогер, друзья, как честный блогер, я приобретаю что-то в магазине. Ой. Ой. Какие-то тип казинаки. Что интересно, друзья, можно вот так взять, открыть крышечку и попробовать. Я бы и попробовал, если бы вот из-за здоровья не опасался. Но вот эту я, это я могу попробовать. Вот, пожалуйста, орешки, вот я возьму орешки. Попробуем. Анна Леонидовна, не желает орешек попробовать? Желает. Да. Давайте попробуем орешек. Давайте. Орешек не жареный, он такой сырой и не соленый. То есть во всех отношениях не такое вредное. Выигрыш. Да. Питание, как, если вы были соленые. А цены нет. Или жареные. Как нет цены? Нету? Действительно. А вот цены, наверное, не знаю. А, вот оно. Так. Так, 8 за доллар, за пункт. То есть это можно на самом деле просто взять в пакетик и понабирать разных, каких хочешь понабирать. Вот там бананчик сушеный, например, да? Или вот там джинсер сушеный. Понабирать, понабирать и по весу рассчитаться. А тут чего? А то же самое. Понятно. Ну что же, где же скидки, где же осчастливленные? Ага. Вот, смотри, что-то. Оранжевая этикеточка. Там написано, значит, новая низкая цена. Типа было 3,99, стало 3,49. Наверное, потому что я на самом деле просто плохо вижу, что там написано, где без очков. Вот видите, друзья, это корзиночка для супа. А это вот самые разные супы. Вот тут можно их набирать с такой ложечкой. А здесь написано, что за супы. Вот это вот написано, лобстер чаудер, да, если я правильно вижу. Нью-Ингландс, хлэм чаудер, тоже хорошо. Что там? И опять какой-то клэм чаудер и тоже Нью-Ингландс, но с какими-то тонкостями, которые я без очков прочесть не могу. Ну, в общем, вы поняли идею. Подошел, налил себе супа. И можешь с собой забрать домой. Фарш. Ну-ка, почем нынче фарш органический? Вообще, что такое, друзья, whole foods? 10 долларов бараний фарш. 10 долларов за фунт. Вот это вот, вот это. Как вам нравится? За паунд. За фунт. За паунд, за фунт. Вот, а это 6 всего. Потому что свиной. Вот такое отношение к свинине, друзья. Вот они. Вы видите все сами. Слова не нужны. Это, наверное, куриный. 11 долларов куриный. И посмотри на него. Потому что органический из бруски. Да. Вот, пожалуйста, здесь тоже набирают в коробочку. Вы смотрите. Набирают в коробочку. Вот взяли себе и делаете с ним. Ох, как пахнет, ребята. Ох, как пахнут оливки. Нет же сил. Это я не сразу. Знаете, только вот как пошел мимо. Так сразу у меня это настроение. А, запашок. Грибы маринованные. Оливки такие. Там с наполнением. Фаршированные, можно сказать. Вот она, красота. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. А это такие оливки подсушенные, маленько. Что вы себе думаете, друзья? Нам в офисе очень нужны сливки. Вот эти вот half and half. И кловер. Это по-простому клевер. По-нашему. Чтобы всем понятно было. Мы сейчас возьмем органических сливок. И будем пить с ними кофе. Никуда не спрятаться, друзья, от музыки. Которая, глядишь, и повлияет на YouTube. И его отношение к нашему каналу. Ну, а здесь просто вкусняшки. Вот, думаю, не взять ли в офис. А сердце говорит, не бери, Петрович. Засахарисься весь. Так. А что они там? По 20 долларов, по 23 доллара. Вот так они стоят. Вот эти. Которые 30? Которые 30? Вот эти. Красивые. Да, 29,99. Да, совершенно верно. Суши, друзья. Суши. Словами поэта великого хочется сказать. Суши. 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 Прекрасные порывы. Относительно суши. Ши. Ши. Там еще есть. Возьмем в офис, правда? Да. Мы не будем так относиться к нашим сотрудникам. Что вот мы посмотрели, а им ничего. Мы возьмем и поедим. Тут еще есть органические такие суши. Где все такое растительное. Возвращаясь к теме покушать на месте. Вы видите, друзья, вот тут такой прилавочек. И тут много-много-много всяких супов. Тут конца края нет. А вот с той стороны, вы видите, там второе, салаты. Тут вообще большой выбор. Очень большой выбор. И тут же набрал, тут же поел. Там есть где сесть. Вот давайте. Вот можно в коробочку с собой. А можно вот тарелочку. И прямо тут кушать. Вот смотрите. Курка. Понятный нам предмет. Ой, мама. Это, наверное, очень жирные сосисочки. Макароны кто любит. Ну, в общем, я не то, чтобы вас агитировал приходить сюда на обед. Так просто показываю. Пицца, друзья, пицца. Можно вот раз и кусочек и съесть. По чем пицца, я там не знаю. Но это все очень недорого. Пишут, а нет, пишут один слайд 4 доллара. Вот один кусок 4 доллара. Вообще-то, мне кажется, это не так дешево. Это почти что дорого, говорит Анна. Леонидовна, это правда. Но магазин дорогой. Имеете в виду, что магазин дорогой. Вот, пожалуйста, курочка. По чем курочка? Там. 7,99. 7,99. Она еще недавно бегала, так сказать, свободно перемещалась. Ее не растили в таком месте, где, знаете, стоишь неподвижно и только вес набираешь. Эта курица прожила счастливую жизнь, прежде чем попасть... Ой, а это к салату, да? Это к салатам. Она прожила счастливую жизнь. И венцом этой жизни стало попадание на стол к какому-то человеку в Кремниевой долине. Друзья, не то, что там в деревне, в какой-то, где сам вырастил, сам съел. Нет. Вот эти люди не съели бы цыпленочка, если бы кто-то для них не вырастил. Понимаете? Это важно. Ну что, Леонидовна, вот с точки зрения того, что мы сегодня сюда зашли, есть ли какая-то разница между сегодня и любым другим днем? Нет. Нету. Друзья, 43% снижения цен. Каким-то образом, то ли они не коснулись нашего вот этого локального магазина, то ли, даже не знаю, какое предположение. Наверное, в прессе что-то есть на этот счет, но мы пока что вот так, без спекуляций. Мы можем на кассе спросить? Нет. Мы можем спросить на кассе, да. 10 предметов и меньше, вот говорят. 10 предметов и меньше, давай сюда. Можем пойти сюда. Пошли сюда. Давай пол. Оу. Закрыли. Ты смотри, прям перед носом закрыли. Как в СССР когда-то, знаете, стоишь, стоишь в очереди, бах, и перед тобой все и закрылось. Уходим, друзья. Идем к лифту. Потому что с тележкой мы туда на лестницу точно не пойдем. Правильно? По лестнице хорошо вверх ходить. А вниз-то как? В общем, спросили мы, спросили на кассе, где же наш 43% дискаунт. Что нам ответили? Говорят, на какие-то айтемсы, на какие-то вещи понизилась цена. Но это были бананы и еще что-то там. В общем, короче, это не было на все подряд. Может быть, избирательно, друзья, избирательно. То есть, может быть, где-то и 43% было. Но, как всегда бывает, друзья, с хорошими вещами. Давайте мы пойдем на паркинг. Как это часто бывает с чем-то хорошим. Хорошего на всех не хватает. Не хватает. Вот мы снова на паркинге. И наши приобретения. Ты знаешь, там сейчас вот в отечестве сейчас такая тенденция менять ударение, которое раньше ставили. Вот, да, это я помимо того, что там на Украине, в Украине, а то меняют просто ударение. Вот, например, сейчас вместо обеспечения, как раньше было, говорят обеспеченье. Я слышала про такое, да. Да, я тоже слышал. И даже некоторые мне уже умудряются, знаешь, это замечание делать. В комментариях. В комментариях. В комментариях. Они, наверное, из лучших чувств. Так, ну что, друзья, вот наш иммигрантовоз. Тот рев, тот гул, который вы слышите, это от вентилятора, который пытается охладить это подземелье. А мы едем в офис.